Слава Украине! Ребята, привет от Полонского прежде всего. И небольшие новости из мира животных, из мира кремлевских тварей. Так вот, там наблюдается пожирание одними крысами других крыс. И полнейший хаос, беспорядок, бардак и разброд, и шатание. Итак, первый, Шойгу. Шойгу у нас срочно инфортировал. У него инфаркт обширный. Они разволновались, они переволновались. Я только не понял, от чего они переволновались. Тут у него же было несколько причин волноваться. Первая причина – это разгром армии расистов в Украине. И он, как главнокомандующий этой армии, точнее, как говнокомандующий, несет за это полную ответственность, потому что именно он готовил эту армию нападать на Украину. И именно он несет основную долю ответственности за то, что эта армия является армией бомжей, неудачников, лузеров, садистов, ну и вообще просто пукатьками. Таким образом, по всей видимости, чтобы уйти от ответственности, хоть от внутрироссийской, хоть от международной, он, судя по всему, я не знаю, там заболел он, не заболел на самом деле, но решил слечь от инфаркта. Лежит и говорят, что, скорее всего, он уже к руководству не вернется никогда. Кроме того, некоторые говорят, что это не он слег, а его слегли, что его познакомили то ли с новичком, то ли еще с какой-то штучкой. И кто это мог сделать, остается вопрос открытым. Тут масса вариантов. Но, скажем так, Шойгу списали. Следующее. Арестованы 20 генералов Министерства обороны, 20 человек. В основном штабные. Ну, с ними, как говорится, более-менее понятно. И это именно та публика, которая помогала Шойгу вместе с Медведчуковым, вместе с Сурковым разворовать десятки миллиардов долларов тех средств, которые Путлер и его Камарилья выделили на войну против Украины. Сейчас мы видим, в каком плачевном состоянии, жалком состоянии, лузерском состоянии находится российская армия в Украине. Как она жалко выглядит, в каком состоянии ее техника, форма, сухпайки, еда. Что они едят. Как они... Ну, это армия бомжей, ребята. Посмотрите на них. Оборванцы злые, нищие оборванцы. И это в то самое время, когда дочка Шойгу, я так понимаю, миллиардерша, самая успешная бизнес-леди там на России. Ну, вот такое. Короче говоря, разброды, шатани, тех арестовывают, включая Суркова. Суркова, говорят, вообще Лефортова там и капец. То есть, наш Медведчук тоже приложил к этому руку. С одной стороны, предатель Украины, а с другой стороны, конечно, он обул Россию на 10-12 миллиардов. Я не знаю, сколько у него денег. У него сколько ни есть денег, все украдено. Хоть на России, хоть в Украине. Вот. Дальше, что там? Аркадий Дворкович. На него готовится уголовное дело. От него ждут показания на его коллег и друзей. Источники ФСБ говорят о том, что если он не пойдет на сделку со следствием, то его переведут в СИЗО «Матросская тишина» либо же Лефортова. Ну, а что можно еще ожидать? Сурков. Сурков под домашним арестом говорят, что его переведут в Лефортова. Может быть, уже перевели в Лефортова. Об этом не сообщается. Но, скорее всего, переведут. Сурков находится... А, он подозревается в краже денег вместе с этими 20 генералами, вместе с Медведчуком. Ведь именно вот эта вся публика убедили Путлера в том, что он безопасно может напасть на Украину. Тут его обстретят с букетами цветов, засыпят. А вооруженные силы Украины сложат оружие. Ну, понимаете, это... А, с другой стороны, каким идиотом надо быть Путлеру, чтобы в эту ахинею верить? Представляете себе, да? Подумать, что в Украине его будут встречать цветами. Но он хоть бы подумал, что он представитель абсолютно рабской, конченной, низшей страны. Неинтересной вообще никому. Даже если русские сегодня припрутся в Северную Корею, они даже там лучше живут, чем на России. То есть, ну, кто хочет жить, так как живут русские рабы. Вы посмотрите, в каких они условиях живут. У них четверть страны живет без туалетов, без канализации, без водопровода. Да там больше, чем третий, наверное, третий, как минимум. Вообще, собственно говоря, кто у них знает, что такое канализация и водопровод? Это только те, кто живет в городах-миллионниках, Москва или Санкт-Петербург. Все. А все остальное – это дремучая тайга, белые медведи, балалайка, водка. Да и то не водка, а самогон, паленка. Даже не самогон, а брашка, что они там пьют. Господи, прости. Или одекал вон тройной. Все. Это же страна вырождается. Так вот, скажите мне, цветущая Украина, богатая, какая бы там ни была. Мы богатые люди, относительно, конечно. Но мы все равно куда богаче, чем россияне. Ну, так вот, брать каждого, возьми среднего украинца, среднего россиянина. Даже нечего сравнивать. Это сейчас мы просто видим. Вот они заходят, они не видели плазмы. Они срывают у нас унитазы. Они воруют блендеры, тостеры, какие-то ходные ножи воруют. Женское белье, использованное женское белье они воруют. Ребята, вы о чем вообще говорите? Это бомжи. Это бомжи. По сравнению с украинцем это нищета. И этот мудак думал, что мы захотим жить так же, как эти бомжи живут всю свою жизнь. Я уж молчу о том, что у нас же демократия. У нас выборы. У нас отчетность власти перед народом. Какой бы она ни была, со всеми косяками. И возьмите, посмотрите на Россию. Там же просто ужас. Там не было выборов уже сколько. Вообще их никогда не было. Последние еще при Ельце не были. Все. Типичная диктатура. Какая-то азиатская диктатура. И этот мудак думал, что мы захотим жить так же, как живут они. Ну, что тут можно говорить? Тут на них, на всех лежит одинаковая доля ответственности. Что на Путлерах, что на его воровитых генералах. Что на Суркове, что на Медведчуке. Что на всей вот этой вот шобле, которая вот это все планировала. В любом случае, они все потерпели крах. В любом случае, Россия обязательно проиграет. В любом случае, никакой России скоро не будет. Слава Украине. Героям слава.